здравствуйте дорогие телезрители конечно мои подписчики на канале youtube голова садовая ура мы на даче и мы начинаем что нужно сделать первое когда вы приехали я надеюсь что это первое вы уже сделали подкормили все растения которые у вас есть вот грядки под зимние посадки обязательно деревья кустарники цветочные посадки подкормили мочевиной из расчета 1 столовая ложка безверха на один квадратный метр или на один погонный метр полосы значит ну может чуть меньше чем столовая ложка что погонный метр такой полоски меньше чем квадратный метр а вот сейчас уже обглядев все что есть уже и мочевина вся уже ушла в землю нам надо обязательно подкормить тех кто уже появился то есть появились ростки это например лук посажены под зиму это чеснок посаженная под зиму это конечно же морковь если вы под зиму ее сеяли то есть уже грядки и чем мы будем кормить конечно же это будет раствор нашатыря он может называться аммиачная вода его концентрация 10 процентов вот в этой леке всего-всего наверное где-то ну 8 литров максимум поэтому на эту лейку мы нальем учитывая что растение еще только появились мы на 10 литров две столовые ложки вот три это вот так максимум это это бы по голой земле желательно поэтому на эту лейку одну полную столовую ложку достаточно вполне и я налью я не буду через колпачок я примерно знаю сколько это вот это одна столовая ложка больше нет я не рискну я не понимаю когда мне пишите вы на ютюбе что на надо на 10 литров 7 8 столовых ложек нет ребята это сильно уж злобно я размешаю все это тщательно запах там конечно просто обалденный и теперь вот посмотрите посадочки лука лук вылез практически весь лысинок нету ну кто-то еще вылезает но сейчас после зимы запоминайте пожалуйста две недели мы будем отливать то что взошло примерно как капусту два раза в неделю хотелось бы полить все это и неважно я слышу что вы мне там уже пищите верещите что и так все влажно дождь идет влажно дождь идет а растение хочет пить может быть вода не доходит туда до корней потому что посадка достаточно глубокая под зиму гребни были сделаны и я начинаю поливать я люблю свои растения очень люблю и я обязательно подкормлю если вы помните аммиачная вода и нашатырный спирт это азотистое соединение очень легкая без доработки бактерий азот который есть составе он быстро дойдет до растений а сейчас растениям нужен азот им надо зеленую массу выбросить всем причем зеленая масса это гарантия хорошей корневой системы поэтому льем и даже не заморачиваемся сюда понадобится не одна лейка разумеется и я это все пролью так как положено сейчас схожу за водичкой продолжу дальше так сюда уже налит нашатырный спирт или аммиачная вода и мы проливаем все имеющиеся еще не политое а теперь послушайте меня пожалуйста обратите внимание как посажен подзимний лук вот здесь конечно чеснок вылез вроде все перекопано вроде все удалено было но он все-таки остался ну на первую еду для салатов уйдет этот чеснок но посажена двумя рядами видите здесь ряд и здесь ряд посажена и потом сделаны гребни для того чтобы чеснок имел возможность прогреться сейчас гребень прогревается гораздо быстрее и чтобы было место для того чтобы он спокойно распустил свою корневую систему они посажены вот так как на швейной машинке прострочено вы должны это понимать поливать летом чеснок мы будем обязательно но поливать все таки придется вот сюда в середину здесь будет борозда в середине и в меже которые находятся с той стороны и с этой стороны придется немножко сделать углубление канавку и поливать туда не надо лить поверху грядок чем суши поверхность грядки тем лучше для растения вредители в сухую землю не полезут вы об этом помните хорошо значит кроме чеснока вы также будете проливать кроме лука также прольете чеснок и морковь но кроме этого нужно обязательно подготовленные грядки если они перекопаны и готовы к посадке либо посеву обязательно пролить таким же составом то есть вода с нашатырным спиртом на 10 литров 3 столовых ложки максимум не надо больше вы можете все испортить это мы будем делать для того чтобы избавиться от вредителей которые находятся в почве и готовы выйти оттуда а мы им по мордам чтоб не лезли куда не надо но на этом все всего доброго и до свидания